Всем привет! После недели обозревания патчей я наконец-то добрался до самой лучшей машины 7 ранга. Разумеется, по субъективному ощущению. Леопард 2А5, в котором я нашел лишь один изъян, про который несомненно поведаю. Во всем остальном машина отличная. Прежде всего, она соответствует главным критериям для успешного нагиба в рамках игровой вселенной War Thunder. А знаете, что это? Правильно. Скорость. Без скорости никуда. Именно скорость развязывает вашему танку руки, если можно так выразиться. Потому что если нет скорости, нет вариативности. Но здесь скорость имеется, хотя немножко не такая, как у предшественника. Вес добавился он практически 60 тонн, чуть-чуть меньше. А это значит, что динамика слегка упала. Но не настолько прям значительно. Максималка осталась приличная, 72 км в час. И если посчитать, получается 26 немногим лошадиных сил на тонну. Да, пускай это не самый лучший результат, но свою задачу машина в любом случае выполняет. Но что действительно вызывает восхищение, это комбинированная броня, которая вкупе с экранами находится в башне. Такую не взять даже новыми советскими снарядами 3БМ-42 или же, например, американским М829. Единственным вариантом, как это обычно и принято против всех танков, это пробить маску орудия. Но и здесь есть подвох. Если у Челленджера 2-го она самая большая, в нее попадая не хочу, то у Леопарда 2-5 она очень аккуратная, маленькая, узкая. И если даже ты в нее попадаешь и, соответственно, происходит бронепробитие, там же еще мешают экраны, я напомню, все зависит от угла попадания, скорее всего будет поврежден лишь казенник. Для более серьезного эффекта, разумеется, нужно попадать в маску под прямым углом, чтобы заброневое воздействие и вторичные осколки как-то влияли на экипаж и, возможно, какие-то модули, помимо казенника. И вот с этим как раз проблема. Очень сложно такое реализовать, именно поэтому я считаю, что у Леопарда 2-5 самая крутая башня на седьмом ранге, даже немножко лучше, чем у Т-80У. Разумеется, я измеряю не только общий показатель защиты, а также доступность некоторых уязвимых точек, и у Леопарда 2-5 в совокупности их меньше и их сложнее. Но это касается лишь тех случаев, когда нужно стрелять исключительно по башне, когда есть возможность оценить на прочность корпус, советский Т-80У будет явный лидер. Но опять же, взяв в расчет какую-то холмистую местность, какие-то открытые карты с большим количеством различных пересеченок, какой танк был бы интереснее и комфортнее? Т-80У или же Леопард 2-5? Тут я хочу сказать, что Леопард 2-5 будет немножко выигрывать именно за счет хороших углов вертикальной наводки. Минус 9 градусов. Дело в том, что именно ему будет проще не показывать весь корпус во время перестрелок. А вот Т-80У будет вынужден выезжать сильнее и немножко рисковать. Пускай там и прилично защищенные ВЛД, но никто не застрахован от попадания к механику-водителю. Но здесь есть общая такая проблема, как возможность попадания в погон башни. То есть прямо под башню может прилететь снаряд и пробит будет как Леопард, так и Т-80У. Здесь ребята имеют одинаковые возможности. Но тут еще важно не клевать носом. Выстрелил, откатился и с этим у Леопарда полный порядок. Он в принципе плюс-минус, как и его большинство конкурентов, кроме конечно же советского танка. У советов традиционно задним ходом не очень задалось. Собственно, как и с углами вертикальной наводки. По поводу вооружения. Оно не кардинально изменилось. Появился новый топовый снаряд ДМ-33. Да, его параметры очень существенно помогают нашему Леопарду 2А5 показывать и доминировать в рандоме. Но это скорее из разряда повысить вероятность бронепробития по противнику при дистанционных перестрелках. Потому что в основном, учитывая какие у нас бывают дубаи, мы все равно выцеливаем уязвимые места, которые недостаточно защищены. И нам для этого не требуется ДМ-33. Ту же башню Т-80 ДМ-33 не берет. Я имею ввиду опять же Т-80У. Поэтому и как-то вот и не знаешь, куда его применять, против кого. Может быть там погонять американцев, попробивать, ну разве что. Против немцев, японцев, итальянцев, американцев этот снаряд практически безотказный. Могут конечно возникнуть разве что проблемы при пробитии башни, например, тому же Тайпу 90-му японскому. Но в целом ничего выходящего за рамки понимания. Вот именно поэтому я и говорю, можете местами применять и более дешевые снаряды. Не обязательно возить исключительно ДМ-33. Есть еще старый добрый кумулятив на бронепробитие в 650 мм. Но его частенько применяют в основном против советских танков. Тоже можно в принципе водить несколько снарядов. Перезарядка. Ее с Асами оставили такую же, как и у предшественника. Ровно 6 секунд. Чуть дольше, чем американские Абрамсы, но зато чуть быстрее, чем советские танки. Теперь по основным ощущениям и главной проблеме этого танка. На самом деле болячка лишь одна, о которой я уже не раз говорил. Это было еще с появлением КПЗ МБТ-70. Когда нужно развернуться и отреагировать на противника, который неожиданно появился сзади. Благо скорость поворота башни 40 градусов в секунду. Происходит казус. Дело в том, что орудие не может нормально опуститься. Оно немножко задирается. Вы видели, да, вот как раз изгиб на задней части корпуса, который как раз там, где двигатель идет и вверх. Вот именно из-за этого как раз и проблемка. Ну как проблемка? Не надо подставлять просто задок всяким противникам и все будет у вас хорошо. Двусмысленно прозвучало, но я-то знаю, вы, ребята, все приличные и плохого не подумаете. Теперь об общем положении дел. У меня, конечно, нет какой-то особой задачи пропиорить немецкий Леопард 2.5. Чисто субъективно, он самый приятный среди топов седьмого ранга. Конечно, каждый выберет для себя сам, что ему комфортнее, что лучше. Кто-то скажет Т-80У, кто-то скажет Челленджер 2. Но я с ними могу, в принципе, поспорить. Дело в том, что я откатал на всех топах. И я знаю, что вот, опять же, это субъективно, Леопард приятней. Приятней именно в скорости поворота башни некоторых машин, но не всех, конечно же. И у него есть отличный всеприбивающий снаряд. Он быстро откатывается назад. Если нужно получить от противника во время перестрелка, он получит в башню и станкует. И у него башня очень хорошая для этих целей. Как я уже подчеркнул, немножко лучше, чем у советского танка. Что еще нужно для идеального нагиба? Конечно, и УВНы помогают. То есть на Леопарде играешь как в шутере. Выехал, быстро навелся, минус делал, откатился назад. Потрясающая машина. Какие вообще у него могут серьезные проблемы возникнуть в рандоме? Да практически никаких. Есть только более стандартные, это, разумеется, Птуролеты, которые попробуют забрать его с помощью ракет. Но опять же, друзья, здесь я хочу сказать, что Нера помогает хорошо защищаться от различных кумулятивов. Правда, все равно там ребята опытные на вертолетах знают, куда бить. Там верхнюю крышку, чтобы сразу зацепить членов команды. Но тут уже ничего не поделаешь. Может быть, Зенит какая-то бешеная приедет. Та же Тунгуска и расстреляет вас в борт. Конечно, тоже защиты в бортах не хватает. В отличие от того же Т-80У, которому ДЗ завезли. То есть там есть Контакт-5 по бортам, хотя бы в передней части корпуса. Здесь же борт полностью открыт, уязвим. И это просто убивай не хочу. Но хочу добавить то, что почему-то именно живучесть у танка очень неплохая. Она лучше, чем у Челленджера, лучше, чем у советского танка. И это сложно объяснимо. Да, у него 4 члена экипажа, как у большинства его союзников и одновременно с этим конкурентов. Но все равно бронепробитие в корпус далеко не всегда ваншотит этот танк. Будто неведомая черная дыра поглощает избыточный урон, чрезмерное количество вторичных осколков. Ну, я не знаю, как это объяснить, но просто вот кто катался на Леопарде, они видят, что бывают. Да, в корпус. Ладно, башня, которую попробуй пробей, если пробиваешь, то эффекта особого не будет. Там я уже объяснял, почему практически в начале ролика. Но корпус действительно поражает. Может там просто хорошо распределены члены команды. В общем, здесь такая интересная загадка, которую, я думаю, вы в комментах сами разгадаете и напишите мне. Ну и в принципе, друзья, это все, что я хотел рассказать вам про Леопард. Да, я считаю его лучшим среди новых машин. И можете со мной не согласиться, можете согласиться и написать свое мнение. Мне в любом случае будет интересно почитать. Также не стесняйтесь поддерживать данный обзор пальцем вверх, подписками на канал. И пользуйтесь ссылочкой в описании под видео с 3% скидкой на Улитка.шоп. Все, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok